Трагедия всего народа. 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв, политических репрессий и голодов. Североказахстанцы возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Встреча с бизнес-делегацией из Китая прошла в Петропавловске. Стороны обменялись мнениями и выразили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. Накануне Дня защиты детей в многопрофильной детской областной больнице провели утренник, чем медики удивили юных пациентов. 31 мая в День памяти жертв политических репрессий и голода североказахстанцы пришли к стене памяти, чтобы отдать дань уважения своим родным. Бахатбегенова без труда нашла имя матери в списке с фамилиями. Она была реабилитирована в 1958 году. Муслиму Ильясову осудили как жену изменника родины и на долгие 10 лет сослали в Алжир. Муж ее, Анас Ильясов, директор Каспия техникума, был расстрелян как враг народа. Две дочери, они их отправили в детдом, там они погибли. Мама вернулась уже после 10 лет пребывания и уже потом я родилась во втором браке. Уже позже намного. И в Акмолинском лагере жен изменников родины в мемориальном комплексе, она тоже находится на стене памяти. Мама от меня скрывала, поэтому она только на четвертом курсе сказала. И настолько это было, была я ошарашена, ей было настолько тяжело. Самое удивительное, что находясь там в застенках, они не потеряли веру в советскую власть. Они никого не осуждали. На стене памяти увековечено имя деда Александра Умрихиной. Жительница Петропавловска рассказала, что Афанасий Чихун был простым рабочим в колхозе. Трудился в селенного Михайловке. А затем его признали врагом народа. Его арестовали 28 ноября 1937 года, а 1 декабря его уже расстреляли через три дня. В 1964 году его реабилитировали, но мы об этом узнали, когда дочь уже выросла, и пошли мы в Кенбэ. Я сначала думала в детстве, что он неграмотный, не может письма написать. Мы только узнали, что он грамотный, писем-то и не было. Сколько моя мама не обращалась, обсужден без права переписки и все. А это сейчас мы знаем, что это такое. Свероказахстанцы знают и помнят истории своих предков. В этот важный день вместе с ними почтил память жертв политических репрессий и голода Акимобласти Айдарбек Сапаров. В республике врагами народа признали свыше 140 тысяч казахстанцев. В нашей области репрессировали около 8 тысяч человек. Каждый пятый был приговорен к высшей мере наказания. И это только те сведения, которые были официально доказаны. Скоро к ним добавятся новые данные. Над этим работают члены региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Местным экспертам удалось найти имена 8 тысяч североказахстанцев, которые еще не были реабилитированы. Все данные направлены на согласование в государственную комиссию. В 21-м году комиссия работала по 8 направлениям. Это деятели Алаш, борцы за независимость. Это военнопленные Второй мировой войны. Это крупные баи, те, кто пострадали, полуфеодалы, средники, кулаки. И религиозные духовенства, те, кто пострадали, опять же, по тоталитарной системе. В том числе, конечно же, лагеря ГУЛАД и депортированные. В рамках этого нами подготовлено было в 21-м году трехтомное издание Казалжаро-Умурнан-Щирля-Тариха. В 22-м году нами в комиссии подготовлено три тома. Это о политических репрессиях в нашей области, документальные материалы. О деятелях Алаш. И третий том – это военнопленные Второй мировой из нашей Североказахстанции. В эту книгу вошли имена более 5000 человек. Их родственники думали, что они пропали без вести. На территории нашей страны было 11 лагерей. В них находились свыше 5 миллионов человек. Массовые репрессии 30-х-50-х годов – трагедия 20-го века. Речь идет о самых страшных страницах истории. Но про них нельзя забывать. Дарья Пашмынцева, Казбек Рыгбаев, МТРК. Встреча с бизнес-делегацией из Китая прошла в Петропавловске. Стороны обменялись мнениями и выразили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. Гостям из Поднебесной рассказали об экономическом потенциале региона. Граничит с тремя крупными регионами Российской Федерации. Это Тюменская, Омская и Курганская области. С населением порядка 6,5 миллионов человек. Преимущественно регион является аграрным. Лидирующие позиции по Казахстану занимаем по сельхозпродукции. Являюсь центральной транспортной сетью на стыке Европы и Азии. Нашу область называют Северными воротами. Через регион проходит 70% всего грузопотока по направлению Европа-Дальний Восток. В первую очередь благодаря Транссибирской магистрали. Через Северный Казахстан проходит главный железнодорожный коридор из Европы в Китай. Мы здесь второй день. Успели побывать на местных производствах. В нашей делегации представители нескольких компаний и крупных корпораций. Мы изучили потенциалы, возможности, которые здесь открыты. Встречи определенно получились продуктивными. Мы не сомневаемся, что работу на казахстанском рынке начнем именно с вашего региона. В завершении встречи стороны подписали ряд меморандумов о сотрудничестве. О реализации государственных программ говорили представители Отбасы Банка на брифинге в региональной службе коммуникаций. 17 мая в области стартовал прием заявлений на приобретение жилья в 202-квартирном доме, расположенном в микрорайоне Жасур-Кен. Купить недвижимость можно по направлению Норуа-Жер. Застройщиком данного объекта является ТО «Единство». И участвовать в данном объекте могут вкладчики нашего банка, которые также являются очередниками местных исполнительных органов. Для того, чтобы подать заявку на данный объект, нашим вкладчикам необходимо иметь на депозите как минимум 20% от стоимости жилья. Ставка по кредиту составляет 5% годовых. Средняя стоимость однокомнатной квартиры – 5,5 миллионов тенге. Для первоначального взноса вкладчикам достаточно иметь на счете 1 миллион 100 тысяч тенге. Более подробно ознакомиться с квартирами, выбрать их и подать заявку на участие можно на официальном сайте «Баспанаки.Изет». В пункт пройдут те вкладчики, которые набрали наибольшее количество баллов на данный объект. Количество баллов зависит как раз таки от периодичности накоплений. Таким образом, чем раньше у вкладчика открыт депозит, тем больше у него шансов пройти на данный объект. Говорили на брифинге о ставке по промежуточным займам. Их в «Баспанке» понижают до 60%. Ранее этот диапазон составлял от 7 до 11,5%. В Бесколе выявили продажу незаконного алкоголя. 52-летний житель Кокштау из салона собственного автомобиля продавал 5-литровые бутыли с алкоголем. Спрятавшись в укромном месте, успешно осуществлял незаконную деятельность. Разрешительных документов на реализацию данной продукции он не имел. Стражи порядка изъяли из автолавки 189 бутылей, в которых находилось порядка 1000 литров спиртосодержащей жидкости. Мужчина понесет наказание в рамках административной ответственности. Полицейские напоминают о риске покупки такой продукции, качество которой никем не проверялось. Последние дни мая удивляют жаркой погодой. На этой неделе ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов. Вместе с этим в области открывается купальный сезон. Спасатели вышли в рейд по местам отдыха горожан, чтобы напомнить людям о правилах безопасности на воде. Горожане решили не дожидаться начала купального сезона. На пляжах уже многолюдно. Спасатели вместе с полицейскими раздают отдыхающим памятки и рассказывают о мерах предосторожности. Купальный сезон начинается с 1 июня. Гражданам убедительная просьба купаться только в санкционированных местах. Такие мероприятия будут проводиться каждый день. В нашем санкционировании с днем дежурит три спасателя, а в ночное время – да. Когда правонарушение обнаруживается, составляется протокол. На первый раз это идет предупреждение. Уже повторно в течение года правонарушение повторяется, уже в взыскании идет штраф. Например, загрязнение мест общего пользования, состояние алкогольного опьянения в общественных местах. Патрулировать берега водоемов спасатели будут до конца лета. Отдыхающие с пониманием относятся к таким рейдам. И, как показал опрос, многие осведомлены, как вести себя на пляже и в воде. Желательно постепенно заходить в воду. Затем дети, в присутствии только родители обязательно. Не пренебрегать нормами, которые выставляет МЧС. В частности, здесь на пляже выставлены эти баннеры, которые говорят о том, как правильно купаться и как находиться на берегу. Самое главное – не заплывать за быки. Для начала не заходить слишком глубоко, если особенно ты не умеешь плавать. И в холодное время года не купаться. Всего в городе определены два места, где можно отдохнуть и покупаться. Это городской пляж на реке Есиль и озеро Пестрое. Камила Карим, Азамат Баймукан, МТРК Восле села Бескольк, Залжарского района и заброшенного окурка, произошло возгорание сухой травы. Из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на лесной массив. Именно по такому тактическому замыслу прошли пожарно-тактические учения на тему организации тушения степных и лесных пожаров. Поставленные задачи были выполнены. Спасатели настоятельно просят жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что огонь не прощает Ашрибак. На данном учении были привлечены силы и средства как Козыжарского района ПЧ-13, так же и городские подразделения. Одновременно в рамках взаимодействия были привлечены силы и средства местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, государственные лесные учреждения. Отрабатывают организацию тушения пожаров и в районе имени Габита Мусрепова. В селе Новоишимском провели построение сводного отряда экстренного реагирования, а в Рузаевке прошли пожарно-тактические учения. В районе имеется три пожарных подразделения, на вооружении у которых семь единиц пожарной техники. В отдаленных селах создано шесть пожарных постов и 52 добровольных противопожарных формирования. На территории лесного хозяйства Акансире имеется два пожарно-наблюдательных поста. Силами лесного учреждения проведена противопожарная опашка, созданные Минполосы. Для оповещения населения в случае ЧС в районе есть шесть серен. В текущем году планируется установить глубинную скважину для забора воды, открыть пожарный пост в селе Ломоносовке. С начала текущего пожароопасного периода на территории района зарегистрировали 36 экстренных выездов. Из них 28 по возгоранию сухой травы и мусора. Анастасия Кузнецова, МТРК Военно-патриотическое воспитание молодежи – одна из ключевых задач современного Казахстана. В районе Шалакына ежегодно в конце учебного года проводятся учебно-полевые сборы. С 27 по 31 мая учащиеся десятых классов приняли участие в сборах на базе оздоровительного лагеря АЮТАС. Основной целью стала подготовка юношей к армейской службе. Во время полевых занятий школьники ознакомились со спецификой и обязанностью военнослужащих. Также приняли активное участие в военно-строевых показательных выступлениях с исполнением патриотических песен. Курить не модно, а дыши свободно. Такую необычную акцию организовали специалисты Центра психического здоровья, Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции и активисты Городского молодежного ресурсного центра. Провели ее в рамках месячника по профилактике наркомании, а также в честь Международного дня отказа от табака. Гости ТРЦ активно присоединились к необычной акции. Любой желающий мог получить консультацию от специалистов Центра психического здоровья, написать на листах, чем же может человек заменить курение. Кто-то активно опустошал свои пачки сигарет ради обмена на фрукты, а кого-то привлекла вот такая ресурсная корзина с индивидуальным посланием. Немало участников заинтересовали метафорические карты. Понять значение помогали профессиональные психологи. Я подтвердил то, что у меня в голове как-то абстрактно витало. Эти абстрактные мысли обрели форму и увидел их в форме текста. В прошлом году такая акция уже проводилась. В прошлом году мы меняли на конфеты. В этом году решили на более здоровый вариант, то есть на фрукты. Люди отреагировали положительно. То есть, в принципе, мы не ожидали, что будет такой спрос на консультации, на то, чтобы поменять сигареты. 29-летняя Евгения Захарина – мама двоих маленьких детей. Женщина воспитывает их одна. Около пяти лет работает массажистом. В месяц за свой труд горожанка получает меньше ста тысяч тенге. Из социальных сетей Евгения узнала о том, что областное управление координации занятости и социальных программ запустило на базе центра Демио проект «Бакеттот Басе». С его помощью абсолютно бесплатно женщина пройдет краткосрочные курсы коррекции окрашивания бровей. От обучения ожидаю, что больше возможностей будет, перспектив новых знакомств и, соответственно, дальше расширяться по бьюти-сфере. Хотелось бы, конечно, увеличить свой доход в разы, потому что я мать-одиночка. Кроме того, в центре Демио указывают помощь многодетным, неполным, малобеспеченным семьям, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. В рамках проекта «Бакеттот Басе» в центре готовы помочь пройти обучение тем, кто хочет стать флористами, швеями, официантами, операторами станков, социальными работниками и не только. На курсы с начала года записались 52 сера-казахстанца. Нюанс этих курсов в том, что мы их не приглашаем в город. Мы едем прямо в районный центр, там обучаем. Потому что у многих людей, которые относятся к целевой группе, нет возможности выезжать, у них нет средств. И поэтому мы прямо в районных центрах и оказываем эту услугу. В рамках проекта «Бакеттот Басы» специалисты центра «Димео» предоставляют услуги юристов и консультации психологов. Платить за это не нужно. С начала года за такими услугами в центр обратились 450 человек. Идея вот этого проекта, она очень прекрасна. Финансируется государством. И почему бы не оказать подобного рода услуги людям, которые нуждаются. Не у многих, допустим, родителей детей-инвалидов, есть возможность бесплатно получить психологическую помощь для детей и для себя. 80% услуги мы оказываем психологического характера. Полторы тысячи североказахстанских семей в 2022 году обратились за помощью в координационный центр по проблемам детства «Димео». В нем работают 11 специалистов. Адрес центра и телефоны для справок указаны на экране. Компьютеры, специальные инструменты, удобная мебель. Соколовская специализированная школа-интернат пополнилась новым оборудованием. Обновлены кабинеты психолога, логопеда, мастерская и швейная. Вплоть до мебели. Мебель соответствует возрасту ребенка и росту. То есть мы можем регулировать столы, поднимать или опускать ниши. Ниши все зависит от того, какой ребенок приходит на коррекционные занятия. Но самое, наверное, такое очень приятное, что мы получили тесты, с которыми мы можем работать с детьми. То есть проводить диагностику. Диагностика сейчас проводится не просто в обязательном порядке, но с большим удовольствием, потому что все есть. По словам педагогов, стало легче работать. Сблось то, о чем мечтали. Долгое время справлялись подручными средствами. Теперь в помощь деткам с отставанием в развитии есть специальные инструменты для тактильного, звукового и визуального восприятия, стимуляции воображения. В настоящее время здесь воспитываются 86 детей с особыми образовательными потребностями. Работают 32 педагога. Начали строить нашу школу в 1963 году. Мы запустили ее в 1970 году. Ну, школе уже больше 50 лет. Мы и ремонты делаем, и капитальные ремонты делали. Но оборудование, конечно, было устаревшее. Но сегодня мы уже обновили, наверное, процентов 40. Получила школа такое обновление благодаря фонду «Казахстан-Халкана». На эти работы выделили 19 миллионов тенге. Стоит отметить, что в настоящее время в регионе пять образовательных учреждений прошли модернизацию. В планах еще три специализированные и четыре общеобразовательные школы. За два года фонд «Казахстан-Халкана» намерен укрепить материально-техническую базу 98 специальных школ страны. Диана Салихова, Гульдин Симбаева, Азамат Баймукан, МТРК. Борсак Той провели в Назарбаев интеллектуальной школе города Петропавловска. По традиции его организовывают в конце учебного года. Этот праздник объединяет всех учеников, школьный коллектив и родителей. На этот раз на Борсак Той подвели итоги проектов, организованных в течение года по направлению воспитательной работы. На Дастарханах было много горячих борсаков, которые жарили под открытым небом в 30 казанах. Сегодня это блюдо является символом дружбы и единства. Учащиеся пели песни, участвовали в интеллектуальных баталиях, соревновались в ораторском искусстве. А также по книжному проекту «100 книг» рисовали иллюстрации к известным произведениям. В конце Той дети и родители сыграли в игру «Кызылту». Сейчас у нас проходит мероприятие «Борсак Той», где мы со всей школы, с учителями, с администрацией собираемся, делаем борсаки, приносим сладости и хорошо проводим время. Вспоминаем наши традиции. Когда в Казахстане проживает более 100 этносов, мы должны перенимать культуры всех народов. Накануне Дня защиты детей в многопрофильной детской областной больнице для самых юных пациентов врачи устроили настоящий праздник. С творческими номерами для них выступали коллективы городского дома культуры, медицинского колледжа и активисты детского благотворительного фонда «Улыбка». День защиты детей – это не только веселый праздник для детей и их родителей. Это напоминание обществу о необходимости защищать и соблюдать права каждого ребенка, говорят врачи. Для нас является День защиты детей как профессиональный праздник, потому что мы лечим детей. Сегодня у нас получилось в связи с теплой погодой вывести большинство детей, которые могут по состоянию здоровья выйти на улицу. Кроме того, мы провели конкурс рисунков. Оказалось, очень много талантливых детей, которые находятся на сценарии. Мы определили первое, второе, третье место, но не оставим без внимания 30 участвовавших детей. Поздравил детей и их родители заместитель Акима области Саджан Аблалиев и руководитель областного управления здравоохранения Кумар Кусемисов. Поздравляю вас с Международным Днем защиты детей. Сегодня все родители, медицинский персонал Акимат города, области, все постарались сделать такой праздничный день. Я думаю, будет в дальнейшем еще веселее. На сегодняшний день персонал больницы старается сделать сегодняшний день очень запоминающим вам дети нашей будущей, наше будущее нашего государства. Сегодня наши детки находятся в больнице, поэтому я желаю вам в этот день скорейшего выздоровления. Скорее поправляйтесь. Лето начинается, вы должны отдыхать, веселиться, радоваться и праздновать свои каникулы. Игры с аниматорами, подарки и, конечно же, хорошее настроение. Таким приятным сюрпризом и дети, и их родители остались довольны. Мне нравится, как это праздник. Я хотела бы поблагодарить весь мир персонал лор-отделения за их доброту, отзывчивость и заботу к нашим детям. Праздник проходит хорошо. Снимаем защитную детей. Также в этот день врачи поздравили маленьких пациентов инфекционного отделения. На данный момент в областной детской больнице лечения проходят 360 детей и подростков. Камила Карим, Казбек Аркпаев, МТРК. Юных жителей района Макжана Жумыбаева порадовали актеры областного театра «Кукол». Накануне Международного дня защиты детей они посетили районный центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сцене представили спектакль «Серебряная копытца». Такие выезды в районы для театров стали уже традицией. На протяжении уже нескольких лет наш центр постоянно посещает областной кукольный театр. Они для нас показывают различные представления сцен, различные сказки, которые всегда очень интересны детям, после которых у наших воспитанников остаются очень положительные эмоции, воспоминания. И они с удовольствием погружаются в мир сказок. В Петропавловске прошел велопробег, посвященный Дню государственных символов. Приняли в нем участие порядка 40 ребят. Такие мероприятия для велосипедистов уже традиция. Четыре года занимаюсь. Люблю велопробеги. Просто проехать, почувствовать. Я велоспортом занимаюсь 6 лет. Очень нравится этот вид спорта. Сегодня у нас велопробег, посвященный Дню национальных символов. Надеюсь, приеду первым. Всем удачи. Всего они проехали 10 километров. Дистанция сложная, признаются ребята. Но, несмотря на это, одолели ее достойно. Каждый из них равняется на нашего земляка Александра Винокурова. В североказахстанской области велосипедный спорт набирает большую популярность. Сегодня им занимаются около 200 человек. Ежегодно велосипедисты выезжают на различные соревнования, где занимают призовые места. Надо быть преданным своему делу. Во-первых, желание, стремление. Тут ребята не просто катаются, они пот свой проливают. Больше половины сейчас на выезде находятся. Старшие ребята у нас сейчас в Узкоминогорске выступали, заняли первое, второе, третье место. Такие велопробеги – это своего рода подготовка к соревнованиям, рассказывает тренер, которые пройдут совсем скоро. Алишер Ашимов, Казбек Карыгбаев, МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова